Как продолжается реализация национальных проектов в Забайкальском крае? В своем докладе на оперативном совещании заместитель председателя правительства Айгма Ванчикова отметила, что у двух национальных проектов очень низкий процент исполнения, менее 10. Это национальные проекты экологии и ясли. По остальным проектам ситуация выравнивается. 14 региональных проектов со 100% кассом освоением. От 80 до 100% это 7 региональных проектов. 3 региональных проектов в зоне 60-70% и 50% кассово освоения. Это жилье и разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения. Зампред правительства края Андрей Кефер в своем докладе отметил, что планы ноября по нацпроектам выполнены на 72%. Губернатор края Александр Осипов поручил провести работы, чтобы добиться стопроцентного выполнения плановых показателей. Сейчас наша главная задача не только эти выводы сделать, а добиться того, чтобы все были планы выполнены. Поэтому давайте за это браться настолько, насколько нужно детально. Руководители учреждений, главы районов до 15 декабря вам необходимо завершить все работы, подготовить и подать документацию на оплату. Тогда вы успеете в этой предновогодней суете, суматохе, она приведет к тому, что, скорее всего, затянутся еще сроки и так небыстрые по прохождению документов и оплате. Успеете произвести расчеты и использовать деньги. Не могли обойти стороной и вопросы пожаров в крае. По текущей ситуации отчитался заместитель председателя правительства Забайкалья Андрей Гурулев. За неделю у нас 109 бытовых пожаров, без погибших, нетравмированных. 5 аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. На данном этапе у нас критическая ситуация по уголю в Срединском районе на 2 суток, в Аносском на 4 суток и в Более на 5 суток, что не соответствует нормам потребления. Еще одна важная проблема – выход из строя дизельной электростанции в Семиозерии и сломанный котел в Балегинской СОЖ. Министр ЖКХ Батуева сообщила, что необходимое оборудование будет закуплено в ближайшее время. По подготовке к зиме в основном выполнение у нас больше 90%. По последнему траншу, который в ноябре месяце, лимиты доведены до муниципальных районов со всеми отработано. Необходимое оборудование будет закуплено и поставлено до конца года. Также на оперативном совещании были подняты вопросы планов на 2020 год. Решение мусорной проблемы и своевременные выплаты зарплаты в муниципалитетах. Александр Осипов подчеркнул, что несвоевременные расчеты с работниками в конце года недопустимы. Конец года приближается. Традиционно это время на территории нашего края тревожных ситуаций и проявлений, связанных с расчетами по заработной плате. Надо все сделать для того, чтобы в бюджетном секторе, да и в остальных тоже сферах экономики, расчеты по заработной плате были осуществлены своевременно, заранее заблаговременно подготовиться, правильно войти в новогодние праздники. О новом назначении. Губернатор Забайкалья Александр Осипов 2 декабря объявил, что руководителем государственной инспекции края назначен Михаил Заяченко. Прошу, Михаил Александрович, приступить к вас к обязанностям, всем оказать помощь в быстрой адаптации, в быстром погружении в работу. Работы более чем достаточно по этой линии. У нас большое количество строек, вы человек опытный, с большим опытом. Я надеюсь, что внесете новый импульс, новую динамику в эту работу. Спасибо. Серафима Ляхова, Анатолий Тюльнев. Время новостей. Продолжение следует...